18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». Ремонт дорог, газификация, благоустройство. Самые актуальные вопросы селяне обсуждают с властью на сходах граждан. Они будут зачищаться, приводиться в порядок и практически в новом виде, в новом образе уже будут возвращены на место. Чистят, шлифуют и покрывают лаком. Информационные таблички санапских теренкуров готовятся предстать перед туристами в обновленном виде. Здоровый образ жизни – это задача всей нашей нации. И пусть спор будет только в спорте. Городские и сельские волейбольные команды сошлись в поединках за кубок города-курорта. Глава города-курорта осмотрел здание на улице Парковая, которое Министерство обороны передало на баланс муниципалитетам. Порядка семи лет оно стояло бесхозным. Юрий Поляков ведет переговоры о возвращении в Анапу военкоматом. И это один из вариантов его размещения. Однако перед этим необходимо детально изучить вопросы, связанные с безопасностью. Это отдельное здание, первый этаж. Оно пристраивалось в последний момент. Оно видно по стыкам. Оно трещины дало, но небольшие. Тут большая проблема во втором этаже. Юрий Поляков поднял вопрос на планерном совещании, которое состоялось вчера. А уже сегодня специальная комиссия вышла на объект, чтобы провести предварительный осмотр. Здание состоит из двух отдельных частей. Первый бокс и пристройка с деревянными межэтажными перекрытиями, которые можно восстановить. Вместе с тем, в одной из пристроек есть трещины в стенах. Чтобы выяснить, в каком состоянии фундамент, специалисты заложат несколько шурфов. Я вижу монолитные конструкции тут. Устраивает, что наверху вот это дерево облегченное, а конструкция с этими, с фермами из металла. То есть эта задача упрощается. Значит, первое, что мы должны сделать, Юрий Петрович, крепстрой, забор, обнести это здание, оставить только ворота на въезд. И начать вывоз отсюда мусора. Потому что здесь за вот эти годы, здесь просто кошмар какой-то. Когда вывезем весь мусор, пусть придут конструктора, посмотрим. И подскажут нам, где нам нужно усилиться, что нам нужно сделать. Ремонт дорог, инженерных сетей, уличное освещение, строительство детских и спортивных площадок. Эти и многие другие вопросы обсудили представители территориальных общественных самоуправлений, заместителем главы города Анжеликой Базуновой. Встречи такого формата стали традиционными. Большинство вопросов, с которыми обращаются общественники, переходят в разряд поручений для отраслевых управлений и глав сельских округов. Зульфия Жукова представляет территориальное общественное самоуправление Благовещенского сельского округа. В числе проблемных точек курортной территории – нехватка мощности существующего водопровода. Летом это катастрофа, конечно, как и свет, но вода, бывает, что население к концу станется летом с 7 утра до 7, 8, 9 лет. Вообще его нет. На сегодняшний день Юрию Федоровичу достигнута договоренность с организацией, которая у нас является тоже ресурсоснабжающей на территории муниципального образования. Мы сейчас готовим изменения в схему водоснабжения и будем подписывать соглашение о подаче сырой воды к нам, а мы ее уже будем очищать, водоканал, и, в общем-то, подавать в Благовещенскую. Насосная станция эта и переключение будет на территории Суворово-Черкеска. До курортного сезона мы планируем эти работы завершить. Кроме того, для решения этой проблемы в ближайшие два года в Суворово-Черкесском запланировано строительство двух накопительных резервуаров и насосной станции. Еще одна проблема – дороги. Жители Благовещенской составили список нуждающихся в ремонте улиц. Заместитель главы поясняет, там, где есть асфальт, будет выполнен ямочный ремонт, остальные – отсыпят щебнем. То же самое сделают и в других сельских округах в порядке плана. В Уташе, Джигинского сельского округа, кроме ремонта дорог, жители просят новые тротуары и остановки. У нас протяженность Уташа 8 километров идет, центральная. И от трассы маршрутка идет, мы считали, 5 остановок. Нам хотя бы 3 остановки установить, чтобы люди не стояли прямо у дороги. Мы на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрим этот вопрос. И существуют же нормативы, протяженности между остановками и тому подобное. Поэтому все мы посмотрим. Если целесообразно комиссия примет решение об установке дополнительно трех остановок, как вы хотите, целесообразно, значит мы будем устанавливать. То есть это решение комиссии, потому что это безопасность дорожного движения. Улучшение дорожной инфраструктуры требуется и в Первомайском сельском округе. За него радеет руководитель ТОС Ольга Загоруйко. Также она попросила установить спортивную площадку для жителей хутора «Веселая горка» и рассмотреть возможность благоустройства парка отдыха в Юровке. Заявку на его реконструкцию отправляли в рамках проекта «Комфортная городская среда». Но он не попал в программу. Анжелика Бузунова заверила, что проект долгосрочный, а это значит, что шанс получить федеральные средства еще есть. Программа с 2022 года. Каждый год будут выделяться эти средства. Уже в середине марта будут известны суммы, которые будут выделить, и муниципальные образования, которые будут получать эти деньги в 2019 году. То есть мы уже начнем сейчас сформировать списки на 2019 год, несмотря на то, что это еще пока реализовываем. В этом году комиссия отобрала 14 территорий. Какие из них будут благоустроены в первоочередном порядке, решат сами жители. Рейтинговое голосование пройдет 18 марта. Для удобства жителей счетные комиссии будут располагаться вблизи избирательных участков. Куда пропали информационные таблички с анапских теренкуров. Анапчане обеспокоились исчезновением указателей, которые уже давно стали своеобразной достопримечательностью курорта. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, с табличками все более чем хорошо. Они находятся на реставрации. Задачу привести их в порядок поставил глава города в рамках подготовки к курортному сезону, которая уже идет полным ходом. Так проходит один из этапов реставрации латунных табличек. Поверхность тщательно шлифуют, чтобы убрать верхний слой. Из-за высокой влажности, а также механических повреждений, металл постепенно теряет свои свойства и блеск. Надпись становится плохо читаемой. После реставрации таблички будут как новенькие. И по заверению мастера, такой чистки должно хватить на пару лет. Это все зависит от того, сколько будет народ ходить, как он будет царапать. И, естественно, от производителя лака. Потому что лак все-таки это защитный слой. На этих информационных табличках указаны километраж и направление туристического маршрута. Постаменты с такими указателями, исполненные в едином стиле, выполняют не только информационную функцию. Они давно стали своеобразными достопримечательностями курорта. Их можно увидеть на протяжении всего Пионерского проспекта, набережной в центральных парках и скверах города. Одним словом, в самых проходных местах. Поэтому их внешний вид должен быть всегда идеальный. Всего обновят 73 указателя. Эксплуатационные свойства закончились. И они пришли в состояние не очень хорошее, не очень красивое. Сейчас они будут зачищаться, приводиться в порядок. И практически в новом виде, в новом образе уже будут возвращены на место. Без информационной поддержки анапские теренкуры пробудут недолго. Уже в первых числах марта обновленные указатели займут свои места на постаментах. Сельские главы могут получить право обязывать застройщиков и собственников участков, которые ведут строительство, восстанавливать дорожное покрытие и убирать грязь. Сегодня подобных рычагов в их распоряжении нет. Об этом в том числе шла речь на сходах граждан, которые сейчас проходят в сельских округах. Качество дорог, низкое напряжение в электрической сети, нехватка уличного освещения, газификация. Основные вопросы, которые волнуют селян. Это напряжение на входе в дома поселка Суворово-Черкесский. Пообщались с энергетиками. Они говорят, что такого не может быть, а жители поправляют, мол, не может и не должно такого быть. Жалобы поступили также из поселка Виноградный. Как раз сегодня на территорию должна приехать бригада специалистов. Хватит вам времени вечерного. Значит, давайте и Суворово-Черкесск тоже обследуйте, пожалуйста. Там, собственно, надеюсь, вы или нет? Вы, да? В Джигинке нет вопросов, связанных с электроснабжением. Но не хватает уличного освещения, как, например, на улице Молодежной. Закон, вышедший два года назад, с одной стороны упорядочил, но с другой усложнил отношения с энергетиками. Теперь даже для единственного столба необходим отдельный проект и обязательное упоминание в договоре с энергетиками. В противном случае муниципалитета штрафуют. Там, где освещение было, его будут восстанавливать. В Гостогаевской жители Кубанской степной готовы запитать лампы от собственной сети. Со своей стороны администрация готова выделить фонари и кабель. Все понимают, что такой выход временный и уже в бюджете следующего года заложат деньги на проектирование. Связанный вопрос – дороги. Жители переулка Кирова в села Супсех рассказывают о том, что на самом низком участке их улицы постоянно стоит вода. Там самая низина. Действительно, там существует проблема на данном участке этой дороги. Мы неделю назад с депутатом, с Краснородским Леонидом Павловичем выезжали туда, осмотрели этот участок дороги. Город Щебень будет выдавать, будем завозить, набивать по одной стороне бровку. Максимально мы стараемся сделать ямочный ремонт для наступления курортного сезона. Вот в этот период управление ЖКХ продефектует и вашу территорию тоже себе учтет. Такое решение возможно лишь в том случае, если есть асфальт. Бюджет муниципалитета напряженный. Деньги предусмотрены только на ремонт и содержание того, что уже есть. Сельские улицы отсыпаются щебнем. Его регулярно выделяет городская администрация. Распределяют по решению общественного совета сельского округа. Вместе с тем в местных администрациях сетуют в том числе на масштабную застройку. По проселкам ездит большегрузная техника. Сейчас женщина подходила по улице Ореховой. Сейчас там строится тоже начали дом. Попросил нас поговорить с этим застройщиком, чтобы он после себя завез пару машинщебных. То есть вот такими общими усилиями мы будем. Потому что мы можем до бесконечности на новостройках сыпать. В городском совете намерены выдать главам сельских округов рычаги влияния на тех, кто построив собственный дом, разрушает собственность общественную. Где-то числа 25-26 числа такое решение будет. И возможно мы там попробуем, чтобы нашим местным главам дали какие-то властные структуры, чтобы они могли повлиять на все эти дела. Нарушение ливневых отводов – еще одна проблема, которую предстоит решать сообща. Потоки воды не только подтапливают дворы, но и смывают щебень. Многие жители бетонируют площадку перед домом под автостоянку, просто благоустраивают ее как хотят. Либо закладывают трубу меньшего диаметра, чем необходимо, либо вовсе засыпают канал. Почти в каждом населенном пункте по вопросу, связанному с газификацией. В администрации поясняют, что по мере прохождения государственной экспертизы направляют проекты в край. Очередь не нарушается и движется по мере выделения денег по государственной программе. В Гастагаевской просят наладить нормальную работу банкоматов. В местной администрации говорят, что уже уведомили кредитное учреждение. Понятно, проблем много. Мы для этого сегодня с вами встречаемся, чтобы проблемы эти решать. Спасибо, что вы потратили время и пришли. И вам спасибо, что вы слушали нас. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Представители Анапского районного казачьего общества провели семинар с учителями и казаками-наставниками. В стенах 18-й школы села Юровка. Традиционно в начале года они составляют план работы и делятся опытом. В вопросах воспитания казачат лучшие идеи по развитию классов берут на вооружение. Какие нововведения планируются ввести в систему образования юных казачат в этом году, узнали наши корреспонденты. Основной акцент в работе с молодежью учителя делают на патриотическом и духовном воспитании. Юные казачата принимают участие в краевых и муниципальных конкурсах, занимают призовые места на фестивалях казачьей культуры. На данный момент в анапских школах открыто 59 классов и 20 казачьих групп. Однако, по словам атамана Анапского районного казачьего общества, в своей работе все же они делают ставку не на количество, а качество. Когда будет качество, будет виден результат. А для количества, для галочки, еще повторюсь, мы не работаем. Нам нужно качество, нам нужны достойные наши детки, которые заменят нас потом на наших постах и так далее. Я буду также воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе любви к отечеству и к малой родине, и уважения к старшим. Воспитание начинается с семьи, считают классные руководители. Поэтому в учебный процесс необходимо активнее вовлекать родителей. Одно из предложений – организовать практические занятия в школьной столовой для юных казачатых, мам и бабушек. Так дети и их родители лучше узнают о традициях казачьей культуры и научатся готовить кубанские блюда. В ближайшее время идею планируют воплотить в жизнь. Детям это очень интересно. С детьми ведется очень большая, кропотливая работа. Детям рассказывают об этом, обо всем. И они это воспринимают, но когда они могут в этом сами поучаствовать, у них еще больше идет подъем, им это интересно. Они с удовольствием участвуют. И многие предлагают свои идеи. Вот сейчас Союз казачьей молодежи как раз работает над тем, чтобы эти идеи воплощали в жизнь. Активность казачат не только приветствуется, но и всячески поощряется. В этом году два лучших ученика получат путевки в международный детский лагерь «Артек». По окончании семинара, отличившиеся в спортивных состязаниях и конкурсах группы, а также классных руководителей, отметили похвальными грамотами. В спортивной школе «Виктория» на одной площадке сошлись восемь волейбольных команд, чтобы побороться за кубок города-курорта. Кубок открытый и проходит уже на протяжении пяти лет. Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества. Среди почетных гостей – ветераны. Волейбол – один из популярнейших видов спорта, уступающий разве что футболу. Однако не каждый муниципалитет располагает качественной тренировочной базой. По словам организаторов, в Анапе для развития этого вида спорта есть все условия. Сильный тренерский состав, благоприятный климат, современные спортивные залы. В общей сложности в городе-курорте 10 площадок, половина из которых предназначена для пляжного волейбола. В этом чемпионате принимают участие как опытные игроки, так и новички. И это часть обучающей программы. Ребята, которые приходят сюда играть в волейбол, они прежде всего обучаются у старших, как быть чемпионами. Это важно. Здесь мы научаем именно младшие команды возраста 2004 года и старше на взрослых мужчинах, которые впоследствии принимают участие в первенствах края, в первенствах России и там показывают свой отличный результат. Благодаря нашим мужчинам. Это как наши тренеры. В этом году в состязаниях приняли участие 8 волейбольных команд со всего Анапского района, а также гости из Абинска. Каждая игра завораживает зрелищностью и динамикой, считают болельщики. Среди них и специальный гость – подполковник воздушно-десантных войск Юрий Кунах. Здоровый образ жизни – это задача всей нашей нации, потому что много вызовов, много у нас угроз международных и внутренних. Физическая форма – это залог успеха во всем. Служба в армии и спорт – это неразделимые вещи. Ну, тем более, такой красивый вид спорта, как волейбол. По результатам соревнований безоговорочным лидером стала команда «Сила Цибанабалка». Серебро завоевал Первомайский сельский округ, а третье место у волейболистов города Анапа. Победители получили медали и грамоты. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.